Всем привет! Меня зовут Тимофей и вы смотрите мой видеоблог. В этом видео я расскажу вам, как за небольшие деньги проапгрейдить камеру своего телефона. Это видео в первую очередь будет полезно тем, у кого камера на телефоне имеет ограниченный функционал. А у кого самая последняя модель айфона или самсунга, то просто посмотреть это видео, может быть что-то подчеркнете полезное. Итак, речь у нас пойдет об универсальных объективах для камеры телефона. Как видите, у меня два комплекта таких объективов. Поставляются они в таких вот мешочках. Вот так выглядит первый объектив. Пластик у него уже затерся и пожелтел. И вот так выглядит уже посерьезнее второй объектив. И у него в комплекте идет сменная еще одна линза. Под крышкой мы видим объектив с очень простой конструкцией. Тут даже, по-моему, всего лишь одна линза стоит. И как написано здесь, что это 0,68х. То есть, если фокусное расстояние своего объектива мы умножим вот на это число, то мы получим более широкий угол. А как это все крепится? Это все крепится очень просто. Надевается вот так на телефон. Выглядит странновато, согласен. Но зато очень функционально. У этого объектива уже конструкция посерьезнее. Несмотря на... Ну, у него уже и убрали лишнюю вот эту окантовку. Ну, но самое интересное, что и у этого, и у этого объектива это идет макролинза. Макролинза уже встроена. Вот этот широкий угол. Это очень вообще прям удобно. Нам нужно всего лишь открутить вот эту переднюю линзу, которая 0,67. И у нас остается вот такое маленькое стеклышко. И это как раз макрообъектив. И вот он как раз, наверное, самый-самый функциональный. И тот самый, который вот дает вау-эффект. Потому что макро на него получается, ну, реально прям хорошее. Прям макро. Также в комплекте с этим объективом у нас идет еще одна линза. Это рыбий глаз. Но, честно говоря, качество у этого рыбьего глаза такое себе. Мы откручиваем эти линзы и прикручиваем сюда уже вот этот вот фишай. Так и написано. Фишай лэнс. 180 градусов. Но, возможно, здесь нужно тестировать на разных телефонах. Но на которых я тестировал, вот везде появляется то виньетка. Ну, это понятно. Это такой фишай. Но и самое противное это то, что он мылит по краям. Может быть на разных телефонах будет смотреться по-разному. Я на двух тестировал. Везде. Или даже на трех. На трех телефонах я смотрел. Везде по краям мылит очень сильно. Ну, еще раз скажу. Самая полезная здесь линза это макролинза. Потому что с ней реально фотографии получаются очень классные. Очень интересные. Которые, ну, прям создают вау эффект. И вы реально можете наделать очень много классных макрофотографий. И поначалу даже будет самому интересно фотографировать. И даже несмотря на то, что вот у моего телефона есть макролинза, но она снимает с очень маленьким разрешением. Накидывает туда этих эффектов непонятных, типа резкости. А вот с этой линзой прям получается очень хороший макроэффект. Лично я приобрел эти объективы уже очень давно. И одно время я прямо активно ими пользовался. Особенно, когда камера на моем предыдущем телефоне уже, так скажем, подосчерпала свой потенциал. Я снимал видео с широким углом обзора. И также фотографировал, ну, понятное дело, макро. А моя жена так и вообще одно время очень сильно увлеклась макрофотографией мобильной. И даже в соцсетях у нее был свой хэштег про макрофотографию. Надеюсь, она его даже в ближайшее время возобновит. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это очень меня мотивирует. Также у меня есть бусти. Если хотите, можете подписаться на меня и помочь мне рублем. Это тоже меня очень сильно промотивирует. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока.